Дорогие мастера, всем привет! Сегодня хочу с вами поговорить о небулайзере. Это такой микрораспылитель, как он работает и взаимодействует с клеем. И немного хотелось бы поговорить с вами о клее. Итак, первое, что мы сделаем, это посмотрим, как клей работает вместе с большой влагой, с водой. Очень у многих мастеров проблема, что вы не можете настроить оптимальную влагу и температуру для нашего клея. Давайте посмотрим, что происходит, когда мы капаем клей в водичку. Наш клей сразу начинает превращаться в пластик. То есть, есть часть, которая клея отслаивается и выходит на поверхность. Эта часть будет всегда оставаться полностью не сполемизированной. И есть часть клея, которая сразу превращается в пластик. Это там, где идет прямой контакт клея и водички. У нас такая получилась красивая снежинка. Давайте теперь подумаем, правильно ли будет сразу после процедуры наращивания распылять наш небулайзер. На самом деле, это очень логично. Но распыление небулайзером должно составлять не ближе. То есть, вот так мы не можем делать. У клея получается шоковое состояние. Когда мы наносим так близко клей, очень много испарены, много влаги. И клей нас резко превращается в пластик и автоматически отщелкивается от ресницы. Если вы планируете использовать небулайзер, то это необходимо делать на расстоянии 30-40 см. Для того, чтобы ресницам просто было немного больше влаги. Очень большая ошибка мастеров, когда вы приближаете и полностью на расстоянии 5 см распыляете его после завершения процедуры. У вас происходит автоматическая кристаллизация клея и шоковое его состояние. То есть, он как бы наоборот попал в большое количество влаги и ресницы автоматически отщелкиваются. Поэтому часто мастера сталкиваются с тем, что купили небулайзер для того, чтобы улучшить качество своей работы. А в итоге получается, что наоборот носка стала хуже. Поэтому вы должны просто знать, как его применять. Еще такой момент. Обязательно, когда используете небулайзер, вам необходимо использовать дистиллированную воду, иначе они будут забиваться. Здесь очень маленькие отверстия, и небулайзер обязательно будет забиваться. Итак, какой вывод мы можем сделать? Это то, что для клея необходима влага для того, чтобы он кристаллизировался, но очень в умеренных количествах. Идеальная влага для любого клея. Например, у меня сейчас вот клей-магнит, который я капала. Это клей один из фаворитов в нашей продаже. И очень хороший в носке, очень быстро формирует пучки. Они не схлопываются, я могу вам его рекомендовать. Но даже самый лучший клей всегда будет требовательной к температуре и влаге. Оптимальная температура для любого клея от 19 до 26 градусов. И идеальная влага это где-то 50%. Ну, обычно клей может работать от 30 до 70. Я вам говорю сейчас, идеальная параметра для любого клея. На этом мое видео подходит к концу. И мы с вами получили вот такой вот кусочек просто пластика. Это самый обычный пластик. Всем пока-пока, до скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok